Не иссякает река из тех, кто сегодня пришел попрощаться с Юрием Ивановичем. Это был действительно человек, преданный своему делу. Профессионал. Вот каким мы его запомнили. На горном водочке нравится кататься? Да! А теперь на городухе покатаешься. Сегодня с нашими мальчишками и девчонками. Все, выходим на построение. Юрий Кулешов горными лыжами влекся в 16 лет. И они ответили ему взаимностью. В финале спартакиады народов РСФСР в Мурманской области выполнил норматив кандидата в мастера спорта. На Сахалин попал в 71-м году. Выпускник Омского института физической культуры сразу же влюбился в островные красоты. Предложил первым установить на горном воздухе канатно-кресельный подъемник. В технике разбирался, ведь по первой специальности был горным мастером. До этого оценители скоростных спусков на большевик топали ногами. 100-200 тысяч солдат заезжают туда на дороге и ногами, так руками возьмутся, сверху до низу прошли, протопали. А потом на горных лыжах закатали, загладили. Жалко, что последние годы он, к сожалению, так и болел. И не всегда была возможность к нам прийти в спортивную школу. Но в прошлом году мы отмечали его юбилей. И это такой прощальный был, к сожалению, праздник. Он даже участвовал в спасательной операции на вулкане Тяти. Тогда, в январе 1975 года, аварию потерпел вертолет. За это Юрия Ивановича и его товарищей представили госнаграде. Там были нужны люди, которые были подготовлены, на гонных лыжах стояли. И они там отработали, там приехали все обморожены. Я помню этот момент. Дал путевку в жизнь многочисленным мастерам спорта, победителям российских и международных чемпионатов. Один из его знаменитых учеников Александр Гах. Теперь он и сам тренер. Хороший, все время радостный, все время детей поддерживал. Напустим, слова говорю. Было приятно заниматься. Игорь Интипов, Владислав Зайцев, телекомпания ОТВ.